вы слабу ездили показали зубы выиграли то испанский газ газ на сегодня один из лучших вариантов для мотобола на первой передаче вот такой человек у нас они механики любят пушину это у нас братья черноморье они вместе познакомились на черном море каком черном море василий я думаю сейчас не могу придумать все страшно хуже уже не будет я мама морально поддерживаю хожу подстегиваю поехали по три раза и по м16 полная груди вперед у нас просто нет таких объемов они все просто в шоке быстрее снять сюжет что она никогда не сядь на мотоцикл говорит рыцари на коне давайте маленького размера рост большой голова маленькая вот они играли 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 пока уже извини песок не посыпался шестнадцатого пола, шестнадцатого агрокомблик? да все? давай еще разочек еще дублик что у нас там? что у нас там? наблюдаете как мы пишем наши передачи? да металлург-2 это как бы молодежная команда которую собрали до 18 лет в прошлом году включили нас в чемпионат россии к старшим и мы попробовали что это такое ну свои силы заняли пятое место но показали хороший результат тренерам понравилась наша игра сейчас занимаемся с командой основной командой и на запасе нас уже включают потихоньку в в основную команду я артем кофтун рукавишников тимофей сейчас тоже с младшей команды пришел сейчас потихоньку его включает самая большая беда во всех великих командах мотобольных которые были вот их было четыре пять четыре в поле в ротаре а сзади подготовки не было никакой и вот они играли 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 пока уже извини песок не посыпался в мотоболе вообще есть три в три важных категории это юноши с 8 с 8 до 16 лет потом кому юниоры до двадцати двух лет и основная команда вот у нас эти все три поколения есть команде 50 лет собственно как мы были на лидирующих позициях так ни разу мы дальше второе место мы ни разу за эти годы не опускались есть подготовка серьезная подготовка есть нормальные тренеры есть все условия для того чтобы молодежь растить переходный период в этот у когда выходят великие спортсмены уходит тоже часовских я помню когда он уехал во францию играть за французский клуб я думал ну сейчас мы без часака полетим ничего он уехал девять первому и мы стали чемпионами уже последний раз советского союза слабу ездили там прошел юношеский чемпионат до 18 лет туда ездили 7 команд сыграли 7 игр ни одну не проиграли и финале вышли с ковровым и выиграли 420 было тяжело конечно показали зубы выиграли сейчас и в металлург основной входишь но ты же видишь что там происходит это понятно молодой еще неопытный но смотрю на старших и пытаюсь подражать им и тренироваться с ними на их уровне иногда где-то накричат был один случай конечно на тренировке ну да нет ну старших конечно много было и у моего брата был случай драки были да и много случаев но часто уже все как бы и возраст уже таких конфликтов нету и свои секреты вы сейчас на телевизор будет смотреть люди не надо я не не создастся это действительно так когда делает человек особенно такой классный специалист как нас механика делали галере не успокоиться боему никто не мешал чтобы мотор ходил потом год и выхаживал он любит чтобы у никто не мешал он сидит и сделать все только температуру же миллиметров доля миллиметров все потом меры туда то откуда мото мотор берутся мотоцикл это испанский газ газ на сегодня один из лучших вариантов для мотобола конкретно для мотобола делать хорошая техника мотор служит год там по часам смотря какой стиль езды какие задачи у определенных смена если он в отборе работает он намного больше даже в десятки раз больше чем кто стоит защите как говорится у нас в спорте на макушке мото все именно высоких оборотах это очень тяжело а на таком моторе можно вот просто не играть а выехать в город и какую скорость разовьет ну кроссовый мотоцикл не предназначен для движения по городу это спортивные кроссовый мотор естественно только для соревнований может скорость развить очень большой смотря поставить в какую раму какие обтекатели у нас как его понизить вверх-вниз и для чего на кроссе там скорость нужна там внедорожная поверхность а тут поле короткое потом заборы да так что можно его развивать до бесконечно мотор очень мощно она динамика разгон взнос очень большой температурный режим в потолке на 1 передач здесь у нас стоянка я находится мотоцикл и стоят и уже ремонтируют сами спортсмены вместе с помощью смешанин на два механика здесь уже доводит мотоциклы ходовую часть мотору вы увидели делается в отдельной комнате вот он закрылся но такой человек у нас они механики любят пушину приехали только с выезда и на каждом мотоцикле есть работы и достаточно много потому что игры в полушинале там нет проходных игр и все моторы работали можно сказать все время на 4 по 20 посчитайте это 80 минут мотор все время работал на все так что после этого и конечно же резина изнашивается быстро и где-то хватает на игру баллона то есть на 80 минут до ребята во дворе вот иван где-то пришел по здесь ходил там за игру стер вообще в ноль до нет это у нас братья черноморье они вместе познакомились на черном море каком черном море василий все-таки разградала побережья как назвал дневноморске дневноморске они там вместе отдыхать и вместе мотоциклы делать уже года три все страшно хуже уже не будет чак оказался пьяный мотоцикл на месте оказался мотоцикл поэтому ли я в нем не нужен ну скорее мотоцикл наша съемочная группа решила прибавить ребятам еще работ добить окончательно мотоциклы они проверили смогут ли они да-да-да-да подчинить вред мотоцикл но и как нравится правился да но мотоциклы тренироваться чтобы его сломать алексей ну а нас уже звезда просто ясно да я все уже поставьте положено кому за 40 может уже с кофе ходить ребята мотоциклы чинят не но мы мячи подготовили посмотрели мячи после выезда в каком состоянии находится вот мячи уже подготовлена поэтому как бы у нас в порядке я мама морально поддерживаю хожу подстегиваю да и 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 по парам разобрались и поехали по очереди он ты и он ты и вытолкни ты понял? а я тут по полу да езжай а как ты летишь? прием Кемича вот здесь вот не ты, а мы давай снимай вот здесь прием только он поехал на встречу сразу оттуда и сейчас то есть вы руководите в зеркала везде смотрите, понятно, да? все, давай еще поехали по три раза и по М16 ну, как вообще возможно играть на мотоцикле будучи еще и мяч держать технически как это вообще происходит в принципе? Сказать нечего вообще я я думаю сейчас сказать я не могу придумать кто первый раз видит такой вид спорта мотобол даже ребята, кто занимается кроссом там спиддвем и так далее они все просто в шоке тренировочный процесс строится как бы на физухе на тактической, технической как бы части сначала учишься ездить на мотоцикле наверное надо для начала научиться ездить на мотоцикле чтобы ну то есть каждый, кто научился ездить на мотоцикле сможет играть и при этом еще и мячом по полю ездить всякие пируэты да, сделать? не играть, попробовать хотя бы что надо пробовать? ну давайте вот научите меня мотоцикл у нас по-моему весит там сто пять килограмм я не помню точно как бы ну если сам игрок шестьдесят килограмм весом да ему тяжело этот снаряд на поле как бы им управлять смотри аккуратно не уедет у меня даже ноги вниз нет, четко под дворос как раз да? нормально? а как надо? ближе дальше? дайте мячик, братан ну у каждого поставка индивидуально зависит от роста человека ну как мне правильно сесть? все удобно спинку ровно прогни вот так вот спинку вот мне почему-то кажется полную грудь можно ха набрать неправильные мне какие-то будут вот сейчас четко полная грудь вперед да? что-то я не замечала что вы у нас просто нет таких объемов не могу показать рыцари на коне мяч нужно держать внутренней стопой ноги а что такое стопа? внутренняя часть стопы вот этой? так, а он должен быть прямо вот где вот эта железочка да? к ней должен соприкасаться? да, это дуга называется левша ну все под левую ногу сделаем ребята есть вот как Иван там левша у него специфический мотоцикл у него все переделано под левую ногу как бы под ударную под игровую там большая часть команды большие команды правшие у них под правую ногу там те же дуги те же переключения передач и тормоза и так далее как бы все индивидуально под человека под его физические данные как бы под его рост под вес спасибо посадили меня а я думаю что так неудобно то есть мне нужен я правша да? тебе нужен мотоцикл Маркова Никиты он поменьше высотой не я правша ну давайте я с утра правша а вечером левша давай придерживай тебя прикольно здорово ладно давайте заведем его да не переживайте давайте он же сразу не поедет автоматически поедет ты сейчас умеешь ну конечно техника безопасности у нас такая шлем надо одевать у меня маленького размера рост большой голова маленькая да Юля ты не думай она собралась уже мне не разрешали мне кажется кто не поедет быстрее снять сюжет что она никогда не сядет на мотоцикл говори тренер Павлов решил рассекретить все наши задумки вот поэтому все таки давайте оставим это занятие профессионалам самому лучшему мотобольному клубу в стране и в мире металлург и у нас конечно же большой мяч реалити шоу на «Видное ТВ» лови «Видное ТВ» «Видное ТВ» «Видное ТВ» тяжело наверное было играть с такими с такой техникой возможно когда-нибудь ему здесь сделаем «Колосу» надо что-то на это предложить ну конечно грубостью сносят Ивана сейчас будет розыгрыш и все начнется с начала я думаю «Колос» такой не готов была нормальная мужская бойня в принципе но надо понимать что это две самые сильные команды России эмоции уже закончились потому что игра прошла будем лечиться да очень сильный удар Семенов принял видите просто вот сейчас он получил травму вот Андрей Павлов тренер команды «Металлург» спортивное чувство собственно достоинства которое не позволяет уступить мяч выходит в поле «Виевым» овладевает команда «Колос» сейчас капитан команды Сергей Крошка а кто такой Крошка? кто? Хлебная или Сергей Крошка? Мотобlaws тоже двумная другая Горrike Субтитры сделал DimaTorzok